Приветствуюсь, Мальты! Бонжу! Сегодня я приглашаю вас в Валетту, самую маленькую столицу в Европе. Я расскажу вам про великих людей, которые повлияли на облик и истории у этого города. А на десерт развлеку романтической легендой о призраке женщины в белом. История Валетты начинается в 16 веке. С того момента, как малочисленные отряды мальтийских рыцарей успешно отразили нападение 40-тысячной армии Османской империи. Обороняли Мальту всего 500 профессиональных воинов и около 8 тысяч ополченцев. Четырехмесячная осада завершилась полным разгромом войска Сулеймана Великолепного. Те из вас, кто смотрел турецкий сериал «Великолепный век», наверняка помнят главного героя, того самого Сулеймана, величайшего полководца и реформатора Османской империи. Несмотря на пятикратное превосходство в силе, взять мальтийские острова его армии не удалось. Победа рыцарей высоко подняла их авторитет, создав образ защитников христианского мира от мусульманской угрозы. Английская королева приказала звонить во все колокола в честь победы, а Вольтер написал «Ничего не известно лучше, чем осада, в которой удачу подвела Сулеймана». Деньги рекой потекли на Мальту от благодарной Европы, и предводители рыцарей, великий магистр ордена Жан-Паризодо Лавалет, решают создать хорошо укрепленный город, который в будущем поможет противостоять натиску врага. Он лично заложил первый камень города имени себя в марте 1566 года, провозгласив при этом, здесь джентльмены строят город для джентльменов. Город-крепость был возведен стремительно, фактически за пять лет. В строительстве участвовали более восьми тысяч сицилийцев и освобожденных рабов. Валета – это уникальный город-чертеж, шахматная доска на полуострове Шиберас. Улицы спланированы таким образом, что все они выходят к морю, и средиземноморский бриз создает эффект кондиционирования. За моей спиной памятник главным архитектору Валетты. Это итальянец-франческо Лапарелли и мальтеец Джиларома Кассар. Лапарелли был военным инженером, учеником Микеланджело, и приехал на Вальту по приглашению Мальтийского ордена. Именно он начертил на карте план Валетты и разработал систему ее укрепления. Когда в 1570 году Лапарелли скончался от губонной чумы, его дело продолжил Кассар, украсивший город с забором Святого Иоанна и дворцами. В самом начале строительства в Валете был создан существующий по сей день специальный департамент, который жестко регламентировал застройку. Было предписано ставить дома вдоль одной линии, украшать их по углам скульптурами, а во дворах устраивать колодцы для сбора дождевой воды. Были сооружены передовые для того времени системы канализации и удаления мусора из города. Недостаток зелени компенсировался роскошными садами. Внутри крепостных стен появились госпиталь, рыцарские подворья и резиденция великого магистра. В древнем Риме говорили, что благосостояние нации определяется количеством фонтанов. Так вот, в Валенте их 40. На этом в латинском написано «Омнибус идем», что значит «всем поровнем». Укрепленный город монахов-воинов, полный великолепных дворцов и церквей, сохранился до наших дней практически в своем первозданном виде. Сегодня Валетта является одной из ярчайших архитектурных витрин Европы и находится под защитой ЮНЕСКО. К сожалению, основатель столицы не дожил до ее рассвета. Он умер в 1568-м. Ему было 74 года. Склеп Жан-Паризо де Лавалетта находится в главном храме мальтийских рыцарей в соборе святого Иоанна. На могильной плите великого магистра написано «Здесь покоится Лавалетта, человек чистый, защищавший Европу, изгнавший со своей святой армии барбара, похоронен в славянном городе, основателем которого и являлся». Каким же был этот выдающийся человек и как судьба привела благородная мальтия? Ставьте лайки и смотрите продолжение ролика. Жан-Паризо де Лавалетт был родом из французской провинции Гасконь. Эта земля в разное время подарила миру знаменитого кардинала и политика герцога Дришелье, великого поэта Сиранода Бержерака и бесстрашного Д'Артаньяна, послужившего прообразом персонажа Дюма в «Трех мушкетерах». Лавалетт, как и положено Гасконцу, был веселым и остроумным человеком. Кроме того, Жан был писанным красавцем, голубоглазым с густыми каштановыми кудрями. Молодой человек, как и все рыцари ордена госпитальеров, соблюдал обед безбрачен. А вот к обеду целомудрия, опять-таки, как и все его товарищи, относился менее строго. Романтическая история его любви к прекрасной Катарине закончилась трагически и лежит в основе легенды о женщине в белом. Мы еще вернемся к ней сегодня. Жан был младшим сыном, и по закону наследство ему не полагалось. Однако высокое происхождение позволило ему стать членом ордена госпитальеров. Первые пять лет службы он был простым матросом на галерах. Но за это время Лавалетт успел побывать в рабстве, где за год выучил турецкие и арабские языки, и приобрел репутацию человека с железной волей и неиссякаемой храбростью. В 23 года он становится офицером на одной из галер, и за последующие 17 лет проходит путь до адмирала Мальтийского орденского флота. Современники с восхищением писали об искусной политике бесстрашного моряка, называя его хитрым тактиком и мудрым стратегом. Вместе с другими деятелями ордена, который обосновался на Мальте, Жан вполне успешно занимается не только морским делом, но и фортификацией и благоустройством острова. Под его руководством был построен передовой госпиталь, где еду больным подавали на серебряной посуде. Великим магистром ордена в 49-м по счету Лавалетт избирают за 9 лет до знаменитой осады. Во время этого сражения он наравне с товарищами бился на стенах бастионов. Заметьте, что тогда Лавалетту был уже 71 год. Знаменитый шпага великого магистра, без промаха разивший врагов ордена, много позже обманом завладел Наполеон. Но магическое оружие отомстило врагу. С того момента, когда он взял в руки клинок Лавалетта, его ждали лишь поражения. Жаль только, что сама шпага не вернулась к хозяину, она и поныне хранится в Лувре. Вообще о смелости и отваге Лавалетта сложно много легенд, но самое романтичное связано, конечно, с любовной историей. Прогуливаясь однажды по морскому побережью Мальты, Лавалетт увидел, как швартуется корабль с беженцами, спасшимися от турок. С него сошла девушка, поразившая магистра своей красотой. Лавалетт, как и все рыцари, был монахом, принявшим обед безбрачия, но устоять перед таким очарованием не мог. Звали красавицу Катарина, и была она из знатного греческого рода. Несмотря на то, что магистр был в два раза старше девушки, он по-прежнему был хорош собой, а также образован и галантен. Сердце Катарины ответило взаимностью. Магистр построил для нее великолепный дворец, и у пары родились сын Бартоломью и дочь Изабелла. В средние века Мальта регулярно подвергалась набегам янычар, во время которых турки похищали с побережья красивых женщин. Однажды это случилось и с Катариной. Во время прогулки ее похитил турецкий полководец Мустафа Паша, которому девушка понравилась еще в Греции, и после ее побега из турецкого плена он поклялся найти беглянку. Лавалет бросился в погоню, не увенчавшуюся успехом. Увидев, что корабль с рыцарями скоро настигнет турецкую галеру, Мустафа Паша собственноручно убил Катарину и выбросил тело за борт. Обратите внимание, как удивительно плетет судьба к обережизни наших героев. Через 25 лет тот самый Мустафа Паша возвращается к берегам Мальты как главнокомандующий турецких войск и руководит Великой Осадой. Выходит, что победой рыцарей была не только кульминацией соперничества между европейскими державами и Османской империей за господство в Средиземном море, но и личной местью Лавалета за смертью возлюбленным. После потери Катарины Лавалет сосредоточил всю свою любовь на детях. Официально признать сына и дочь своими магистр не мог, поэтому стал он крестным отцом. Когда дети выросли, сын был отправлен в красную жбу к рацевскому королю, а Изабелла оставалась с отцом до тех пор, пока не вышла замуж за сетевицей Степана Банакорс. Юноша был рад породниться с дочерью великого магистра, но семейная идея длилась недолго. Изабелла любила поздними вечерами прогуливаться по узким улицам Валетты в белом длинном плаще. Тогда-то впервые пошли слухи о призраке Белой Дамы. Эти ночные променады вызывали приступы ревности у Банакорси. Он подозревал, что Изабелла ему не верна, и в приступе ярости убил молодую жену кинжалом сердца. Сразу же после этого, собрав все ценные вещи, он сбежал с Мальты. С тех пор привидение Белой Дамы объявляется в городе раз в год поздно ночью 21 августа, в день памяти легендарного Жана Паризода Лавалетта. Остается неизвестным, что за женщина в белом плаще разыскивает великого магистра. Одни считают, что это призрак самой Катарины. Другие же полагают, что эта душа Изабеллы ищет защиты у своего отца. А я приглашаю вас продолжить знакомство с Валеттой и ее героями в моих следующих видео. Сердечно ваша Фицпатрик Наташа.